Самая северная полярная метеостанция России находится в Архангельской области, на острове Хейса, архипелага Земля Франца Иосифа, в Арктике. Архипелаг состоит из ста 92 небольших островов, но за последние годы, благодаря спутниковым снимкам, было обнаружено еще 40 островов. Большая часть Земли Франца Иосифа – безжизненные скалы и ледники. Архипелаг открыла австро-венгерская экспедиция под руководством Карла Вейприхта и Юлиуса Пайера на барусно-паровой шхуне адмирал Тегетгхоф в 1873 году. В честь своего императора австрийцы назвали неизвестный архипелаг землей Франца Иосифа. В дальнейшем земля Франца Иосифа привлекла внимание многих полярных исследователей других стран. Первая российская экспедиция на архипелаг отправилась только в 1901 году на ледоколе Ермак. Именно команда вице-адмирала Степана Макарова впервые подняла над островами российский флаг. В 1913-14 годах в архипелаге зимовала русская экспедиция Седова. В 1926 году СССР объявил о правах на все известные и еще не открытые земли и острова, заключенные в секторе Арктики между меридианами, идущими от крайней западной точки северной границы. И таким образом земля Франца Иосифа была включена в состав СССР. В 1929-м ледокол Георгий Седов прибыл в бухту Тихую. Земля Франца Иосифа была не только торжественно объявлена советской, она стала обитаемой. В бухте Тихая на острове Гукера, там где за полтора десятка лет до этого зимовал Седов, была построена и открыта первая на архипелаге, постоянно действующая полярная станция. В то время самая северная в мире. Станция проработала почти 30 лет. С этого времени началось активное освоение архипелага. Летом 1957 года обсерватория из бухты Тихой в связи с непрезентативностью метеорологических наблюдений была переведена на остров Хейса. Дело в том, что место для станции было выбрано неудачно из-за большой закрытости горизонта на северо-востоке. По решению правительства СССР, для проведения исследований по международному геофизическому воду полярная обсерватория «Дружная» была открыта на острове Хейса. Остров Хейса расположен в центральной части архипелага земля Франц Иосифа и открыт в 1901 году, снаряженный циглером для достижения полюса экспедиции Болдуина и назван в честь Исаака Хейса, американского исследователя Гренландии и Канадского севера. На северо-восточной оконечности у мыса обсерваторского расположен поселок, в котором жили полярники. Здесь находятся служебные здания. Они расположены полукольцом вокруг небольшого, почти идеально круглого и не промерзающего до дна пресноводного озера. С началом запуска первых метеорологических ракет озеро назвали космическим. В пяти километрах к западу от обсерватории расположен ледниковый купол, местное название купол гидрографов, высотой 242 метра над уровнем моря. Климат на острове Хейса арктический, вечная мерзлота. Здесь часто встречаются белые медведи, моржи, расположены птичьи базары, в огромном количестве приплывают киты. Растительность острова лежит пятнами, преимущественно на южных склонах холмов, в виде мхов или шайников. Изредка встречаются полярные маки. Большую часть года преобладают устойчивые отрицательные температуры. Абсолютный минимум температуры мира – 44,4 градуса. Абсолютный максимум – плюс 10,3 градуса. Зимние морозы несколько смягчаются циклонами из Атлантического океана, в отличие от более восточных арктических регионов на той же широте. Летом 1957 года на берегу озера Космического обосновалась 10-я кедрографическая экспедиция «Главсевморпути». Работой экспедиции руководил опытный полярник Михаленко. Этим же летом теплоход Немирович-Данченко привез на остров сборные дома, геофизическое оборудование, стартовые установки для пуска метеорологических ракет. Они изучали северное сияние, космические лучи, льды и воду океана, атмосферу Земли. На острове Хейса находилась единственная в России геофизическая обсерватория в области геомагнитной полярной шапки. 22 октября 1957 года на острове Хейса была запущена первая геофизическая ракета, и полярная станция «Дружная» стала центром особых исследований, которые не велись ни в одном арктическом районе мира. В 1965 году на обсерватории «Дружные» максимальное число зимовщиков на станции достигало 300 человек, в том числе и из других стран была даже молочная ферма с четырьмя коровами. В 1972 году, чтобы почтить память умершего в 1971 году легендарного полярного радиста Эрнста Кренкеля, станция была переименована в Гидрометеорологическую обсерваторию имени Эрнеста Теодоровича Кренкеля. После пожаров в 2001 году станция была законсервирована. В 2004 году на острове Хейса был построен новый служебно-жилой комплекс станции Кренкеля. Это современное автономное здание со всеми удобствами для комфортной жизни полярников. Есть интернет и связь. В настоящее время здесь живет до 15 человек. На станции проводится комплекс наблюдений – метеорологических, морских прибрежных, гидрологических, аэрологических, азонометрических, наблюдений за загрязнением природной среды. На данный момент это самый северный метеорологический пост России. Доставку жизненно важных грузов на станцию производит научно-экспедиционное судно Михаил Сомов. Ежегодно в период навигации он обеспечивает полярников всем необходимым – топливом, медикаментами, спецодеждой, продуктами питания, строительными материалами, энергооборудованием и приборами. На НЭС Михаил Сомов приходит и смена полярников. Поражает количество книг на метеостанциях. Самая большая библиотека находится на острове Хейса. Здесь около 10 тысяч книг, в том числе старые советские. Мужчины-метеорологи читают истории и приключения. Девушки – женские романы. Почти все начальники станции, работающие на них по многу лет, рассказывают, что в детстве читали приключения и мечтали повидать мир. В 2005 году на территории острова Хейса было открыто самое северное в мире почтовое отделение – Архангельск, 163-100. Здесь бывали и работали уникальные люди. На острове Хейса писатель Владимир Санин написал одну из своих самых известных книг «Не говорит о Арктике, прощай». Легендой станции стал один из начальников – Ярослав Амельчук. Он прославился тем, что смог выжить после схватки с белым медведем. В 2005 году на него напал белый медведь, который подкараулил рядом со станцией, оглушил лапой по голове, схватил за руку и потащил свою добычу к морю. Амельчук тогда чудом спасти помогла природная смекалка и пёс Гога, который вцепился медведю в ногу. Хозяин Арктики на мгновение выпустил руку полярника и оглянулся на собаку. Этих драгоценных секунд хватило начальнику станции, чтобы сориентироваться и забежать в ближайший домик. Вертолётом его доставили на военный аэродром, оттуда с анрейсом Мурманск. Но через месяц, как ни в чём не бывало, Амельчук вернулся в Арктику, где на разных станциях провёл ещё много зимовок. И на лыжах сейчас бегает, даже молодым полярникам за ним не угнаться. А вообще ситуация с белыми медведями на острове серьёзная. Иногда в районе метеостанции сразу могут находиться до 10 особей. Они ведь очень любопытные животные. Полярников о присутствии белых мишек предупреждают собаки. Без сопровождения собаки ни один метеоролог не выйдет из служебного дома. Как шутят бывалые полярники. Если вы не видите медведя, это совсем не значит, что он не видит вас. Попасть или уехать со станции можно только один раз в год. Работают метеорологи круглосуточно, по сменам. Зимой сложно трудиться в условиях долгой полярной ночи и разыгравшейся непогоды. А в апреле метеорологи уже привыкают к круглосуточному свету, к солнечным ночам. За все лето, правда, наберется едва ли неделя полностью ясных дней. И только весной, а она здесь истинно весна солнца, можно оценить по-настоящему чудо полярного дня. Не секрет, что все, кто работают в Арктике, имеют особый характер. Либо Арктика тянет к себе людей особого склада, или она сама формирует определенный тип человека. Для того, чтобы выжить в Арктике, необходимо обладать выносливостью и терпением, способностью выполнять тяжелую работу длительное время, умением сохранять жизненные силы и ясность сознания. А в ответ природа щедро дарит полярникам прекрасные виды и пейзажи, красочные северные сияния, яркие рассветы и закаты, какие бывают только в этих широтах. Субтитры создавал DimaTorzok